Да, друзья, если еще кто-то не проснулся, то я уверена, что вы сейчас проснетесь. Самое время утренней побудки на ЛА-78. Наш корреспондент Арина Ростовская уже готова кого-то разбудить в прямом эфире. Арина, доброе утро. Но, судя по всему, до спальни вы еще не добрались. Я думаю, что родители сейчас готовятся, да, только разбудить своего ребенка. Все верно, Катя. Кто ходит в гости по утрам, тот ЛА-78. В столь трудный час, как без 29, мы наш народ не бросим. Дело в том, что наша задача, задача телеканала ЛА-78 сделать утро лучшим временем суток, а момент пробуждения самым приятным моментом для. И сегодня моя жертва Евгения. Женя, доброе утро. Доброе утро. А вот сегодня будем будить. Мою дочку Ингу. Сколько ей лет? Давайте уже двигаться. Ей 9 лет. Вы ее не предупреждали, я так понимаю, что будем ее сегодня будить. Ну, естественно, мне само очень интересно, как она отреагирует. А какие предположения, как она может отреагировать? В связи с тем, что сегодня она вскочила в 5 утра и начала будить меня, потом я ее еле-еле уложила обратно. Почему она встала в 5 утра? Ее вообще не разбудить обычно, просто вот. Она просто ждет елку сегодня. А, сегодня детская елка. Да, у нее. А что касается новогоднего все-таки предпраздничного настроения, есть она у нее? Ага, давайте, на пешеходность вернем. Новогодний настроение? Да сейчас ни у кого его нет, потому что снега нет. Вот вчера, кстати, снег пошел, мы вот успели даже сфотографировать. Давайте, давайте посмотрим фотографию. О, посмотрите. Действительно, есть люди, которые успели запечатлеть момент снегопада. Неизвестно, неизвестно, будет ли такое еще до Нового года или нет. Давайте разбираться. Может быть, есть у нее какие-то пожелания? Может быть, ей чего-то не хватает? В жизни. В жизни. Может быть, ей не хватает все-таки этого праздничного настроения? Нужно нам подбавить масла в огонь? Подбавим масла в огонь. И создать вот этот праздник. Шарики она любит? Шарики любит. Мы вчера с елки утащили несколько шариков. Ну, как несколько, хапочку. Вот. Но я не знаю, с фросонью, скорее всего, она даже забудет, откуда они. Поэтому я думаю, что... Отлично. Значит, мы можем уже задействовать некий заранее подготовленный реквизит. Я хлопушку купила. Посмотрите, какая хорошая мама. Вот это, я понимаю, настоящая боевая мама, которая хочет сделать сюрприз для своих детей. Давайте подытожим. Какая она по характеру? Как она может отреагировать? Это будет спокойная реакция? Вот мы придем, она скажет, ну, спасибо, что пришли. Или она скажет, ооо, ничего себе! Вот это вот утро у меня хорошее. Она может застесняться, конечно. Точно не испугается. Это уже плюс. Единственное, что, конечно, в школу вставать, она бы капризничала бы. И там, ей было бы не разбудить даже с Баяном, как вы приходили. Я смотрела этот эфир. Вот. Но надеюсь, что сейчас в связи с тем, что ей на елку вставать, почему она в 5 утра, наверное, скачила, что она все-таки у нее подсадательная. Волнение, волнение. Все-таки елка как никак, да. Не абы что. Да, скорее бы новый день. Главное, чтобы она все-таки восприняла вот этот наш приход с позитивом. Чтобы она не испугалась, чтобы для нее это было только в радости, для того, чтобы у нее впечатления остались на всю оставшуюся жизнь. Мы уже постепенно пришли к вашему дому, где вы живете. Вот парадная сейчас справа. Ну все, значит, нам осталось только подняться, продумать, как мы придем, как мы разбудим девочку по имени Инга, и как мы доставим ей самые лучшие эмоции, самые такие хорошие впечатления на всю оставшуюся жизнь, я надеюсь. Я знаю, что бабушки и дедушки тоже вас смотрят. Да, я предупредила. Ну все тогда, бабушки и дедушки, крепитесь, держитесь. Через 20 минут мы вам покажем, что мы можем делать в прямом эфире, да еще и в такую рань. Катя, Никита, вам слово. Арина, я думаю, что Инга подумает, что это уже елка началась, что она все проспала, и уже вот уже веселье праздника, как так. А вот у нее будет, наверное, удивление, что это еще даже не елка, что до нее еще далеко. Арина, доброе утро еще раз. Но мы уже знаем, что у девочки, которую ты готовишься разбудить, сегодня елка. В связи с этим, как будет выглядеть побудка? Да, действительно, Катя, пришло время раскрывать все секреты. Мы уже буквально с Женей на низком старте. Женя, как думаешь, у нас все получится сегодня? Получится. У нас все получится не просто потому, что мы в это верим, а потому, что у нас есть козырный туз. Это наш балалайчник. Не так громко. Ведь нужно оставить главные композиции на десерт. А, кстати, как правильно, балалайшник или балалайчник? Исполнитель на балалайке. Все понятно, слово из вас не вытянешь. Ладно, мы будем считать, что балалайчник правильно в Москве, а балалайшник в Питере. Мы прямо сейчас отправляемся через всю квартиру. Сейчас пока не играем. пробираемся через квартиру для того, чтобы разбудить девочку по имени Инга. Ее сегодня ждет новогодняя елка. Она спит, слава богу. Вот мы ее и разбудим. Вот какая девочка еще читает книжки. Какая хорошая. Исполнитель на балалайке. Мы желаем вам счастливого хрисмаза. Вот это я понимаю выражение лица, что происходит в моей жизни. И праздник нам приходит, 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 праздник нам приходит. Веселье и радость, что нам приносит Live 78, все нам приносит. Инга, доброе утро. Как ты думаешь, что происходит? Не знаю. Мы тебя разбудили в прямом эфире. Посмотри, пожалуйста, в эту камеру. Сейчас на тебя смотрит весь город. Все бабушки, дедушки и все, кто не спит в этот ранний час. Ну как тебе такой способ пробуждения? Веселый? Да, очень. Мне очень понравилось. Или все-таки лучше заводить будильники и вставать все-таки привычным образом? Нет, лучше так. Так весело? Ну что, давай так каждый день просыпаться. Мне кажется, каждый день будет отличным. Ну что ж, и в заключение хочу тебе вручить сертификат. Настоящий сертификат подтверждает, что тебя разбудили в прямом эфире. А также документ позволяет держателю единожды потребовать от своих родителей завтрак в постели в качестве компенсации за столь нежданно висит и хитрый умысл своих родителей. Ну что, ты рада? Очень. Я по твоему лицу понимаю, что все очень плохо. И родители ждут серьезной разборки. Вообще, что происходит? Как так получилось? Или нет? Или все у нас получилось хорошо? Получилось. Все получилось? Пожелай, пожалуйста, всем нашим телезрителям доброго утра. С добрым утром. И еще чего-нибудь пожелай. Приятных снов. Ах, даже так все понятно. Тогда все. Спасибо. Отличная получилась побудка. Всем спасибо. Катя, Никита и вам тоже спокойной ночи. Ночи. Арина, спасибо. Я чувствую, что знаю, чем Инга будет дальше заниматься в ближайшие несколько минут. Продолжать спать и подумать, что все это был сон. А потом на утро, на ее утро спросит, мама, мне такое приснилось, это правда? Она скажет, правда, доченька. Вот тебе видеозапись, посмотри, как все это было. Спасибо, Арина.